Только за последний год в Ростовской области выявили 15 тысяч человек с онкозаболеваниями. Статистика заставляет медиков искать новые подходы к проблеме, которая набирает обороты. Мы за последние несколько лет четыре раза больше стали выявлять. То есть вроде как на правильном пути, но с другой стороны цифры пугающие. Все органы власти, научные сообщества понимают, что надо что-то срочно делать. Как правило, онкобольные попадают в руки медиков, когда болезнь уже на третьей или четвертой стадии. В таком случае помочь пациенту, говорят врачи, уже очень сложно. Выздоровление не гарантирует даже дорогостоящее лечение. Поэтому очень важно вовремя попасть к специалисту. В полиции президента была поставлена задача всеобщей диспециализации. Население на этой стадии, на ранней стадии выявления. Надо дать методику, раз. Во-вторых, надо определить правовую норму регулирования, которая бы выявляла или регулировала бы эти процессы в региональных системах. По оценкам экспертов, первая и вторая стадии рака в 80% случаев излечимы. Но застать болезнь в таком состоянии сложно, ведь диспансеризации многие пренебрегают. Поэтому все чаще говорят о том, что ответственность должны нести сотрудники учреждений и их работодатели. Сейчас у нас некоторые законодательные инициативы вносятся, чтобы человек, который не проходит диспансеризацию, уже начинают рассматривать возможность, что в последующем некоторые услуги становились уже платными. Да и суммы лечения на разных стадиях существенно отличаются. К примеру, лечение рака молочной железы на первой стадии обойдется в 30 тысяч рублей, а вторая уже в полмиллиона. Искать пути решения проблемы на совещании по развитию онкологической службы в Южном и Северокавказском федеральных округах приехали онкологи из 13 субъектов. Ростов не случайно выбран площадкой для проведения. Ростовский онкологический институт ежегодно принимает 130 тысяч пациентов и служит базой онкологической службы Юга России для населения свыше 25 миллионов человек. Сегодня мы находимся в одном из старейших научно-исследовательских институтов онкологии в Южном федеральном округе, именно в Ростове. Очень отрадуюсь, что здесь все на высшем уровне, и оборудование, и методы исследования. Совещание медиков выбивается из графика, это и понятно. Проблем и предложений очень много. Все они отправятся на рассмотрение в Москву и будут учтены при принятии национальной программы по борьбе с онкологией. Только на ближайшие три года из федерального бюджета на эти цели выделено 700 миллиардов рублей. Онкология – это космос. Есть, конечно, первичная диагностика, она клиническая остается. Но после этого выбор лечения, он на сегодняшний день настолько персонифицирован, что для каждого человека своя таблеточка. Ее нужно обязательно давать в таком-то режиме, и не в другом. Чтобы лечить эффективно, нужны и квалифицированные специалисты. Эксперты обращают внимание, что все начинается с учебной скамьи. Поэтому часы по предмету онкология предлагают увеличить. Мы предлагаем ввести государственный экзамен по онкологии, который, думаю, существенно улучшит и знания, и ответственность. Бороться с раком можно только при стопроцентной вовлеченности врачей и государства. И все-таки медики подчеркивают – наше здоровье в руках каждого из нас.